В апреле 2017 года Аида Бязрова получила разрешение на строительство частного дома на одну семью. Площадь застройки по документам должна была составлять чуть больше 67 квадратных метров. Однако спустя три месяца во время внеплановой проверки администрация города обнаружила, разрешенные параметры превышены почти в три раза. Сразу же был подан иск о сносе незаконного объекта. В январе 2018 суд принял решение снести. В апелляционной инстанции это решение оставлено без изменений, но застройщик не спешил добровольно сносить дом. В администрации было инициировано исковое заявление об изъятии земельного участка, который находится на стадии рассмотрения. Также заявление было по отдам Федерального службы следовательных приставов об изменении порядка и способа исполнения решения суда. Но, как мы видим, застройщик не стал дожидаться этого, ни изъятия земельного участка, ни чтобы администрация организовала самоспосредством привлечения организации, а самостоятельно решил снести обег, чтобы сэкономить свои средства и попытаться сохранить земельный участок. Квартиры в этом доме, согласно сведениям из госреестра, проданы не были. Однако есть и такие застройщики, кто отказывается исполнять решение суда. В таком случае дом будет снесен силами подрядной организации, которую привлечет муниципалитет. Сейчас такие работы ведутся на улицах Перелетной, Нижнеемеретинской и Хуторской. Оплачивать эту работу застройщикам все равно придется. Иначе они будут лишены земли, на которой расположен самострой.